Здравствуйте, это Несей Новости в студии Ксения Митрофанова и в начале коротко главная тема выпуска. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Главная новость дня. Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Очень неравнодушны у нас оказались красноярцы. Помочь может каждый. В Красноярске открылись пункты сбора вещей и продуктов для беженцев из Донецкой и Луганской республик. Легковушку буквально как будто смяло прессом, а грузовой автомобиль остался без передней оси. Смертельная авария под Козулькой. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Что дальше будет, мы не знаем. Сгорим, утонем, развалимся. Коммунальное бедствие. Двухэтажку на Симафорной почти неделю заливает водой. Почему бездействуют аварийные службы? Вот молодняки поданы. Они самые наглые. Вместо щетины шерсть, как у овечки. В Рыбинском районе фермер разводит необычную породу свиней. Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. Он объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель – защита мирного населения. По словам президента, решение о вводе войск было принято согласно подписанным с Донецкой и Луганской народными республиками договором о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. В своем обращении глава государства также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-то внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. И на фоне сложившейся ситуации вокруг Украины, Росавиация приняла решение временно ограничить полеты на юг страны. До 2 марта приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополья, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Из Красноярска, я напомню, напрямую летали только в три города из этого перечня – Краснодар, Анапу и Геленджик. Уже точно известно, что рейс до Краснодара, который должен был состояться 25 февраля, отменен. А вот аэровокзал в Сочи в список Росавиации не попал, там продолжают принимать и отправлять самолеты. По расписанию туда смогли улететь и жители края. Все нормально, регистрация открыта. Я с детьми лечу и с двумя детьми. Мы только проверяли, как насчет вылета. Мы сами звонили сегодня в авиакомпанию, уточняли по поводу рейса заранее. Нам сказали, что все нормально. Скорее всего, мы просто задержимся где-то в полете немножко. Когда начали отменять Краснодар, Ростов, Воронеж, то есть начали прям мониторить, будет вылет или нет. Ну, на самом деле, Сочи после обеда уже открыли. Была задержка у них, там отменяли рейсы. Длина полета увеличилась на полчаса. Я думаю, скорее всего, вылет не через Краснодар сейчас будет, а где-то через Красную Поляну, скорее всего, произнесся. Ну, безопасная зона. Тем временем сотни красноярцев откликнулись на призыв помочь беженцам из Донбасса. Уже несколько дней в городе работают пункты приема гуманитарной помощи. Люди несут продукты, одежду, книги, все, что может понадобиться жителям Луганской и Донецкой республик. Анастасия Тиль с подробностями. Все, что необходимо, положили. Мы сами третье поколение украинцев. У этих красноярцев даже не возникает вопроса, нужно ли помогать жителям Донбасса. Беда, которая заставила десятки тысяч человек бежать из родного дома, откликается в сердцах. У нас корни там с Украины. У нас почти там каждый четвертый в России это украинец. У меня прабабушка и прадедушка похоронены на Украине в Полтаве. Так-то уж там могилки. Это небольшая комната и так уже буквально завалена коробками и пакетами для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. А люди все несут и несут. Костюм. А, нет, это брюки. Одежды, продукты, техника, игрушки и многое другое в пунктах сбора гуманитарной помощи принимают уже несколько дней. Сотрудники говорят, приходят и студенты, и пенсионеры, и бизнесмены, самые разные люди. Очень неравнодушные у нас оказались красноярцы. С утра поступает очень много звонков. Они приходят с огромными сумками, с тяжелыми. Это и постельное белье, и игрушки для детей, и консервы, необходимые средства гигиены. Есть несколько важных правил. Вещи должны быть в упаковке, а продукты обязательно долгого хранения. Иначе их просто не довезут. Пледы, подушки, вот посмотрите, даже краска для волос, чего только не несут красноярцы. Есть даже корм для домашних питомцев. И, безусловно, все это нужно людям, которые срочно уехали из Донбасса. Но особенно не хватает, говорят волонтеры, книжек, раскрасок и игрушек. В общем, обычных детских радостей. Сейчас в Красноярске гуманитарную помощь принимают три пункта. На Красной площади 17, на Енисейской 1 и на Юности 10А. С четверга к ним присоединилась и одна из кофеин на Ленина 115. Многие красноярцы считают, это самое малое, что они могут сделать. Там больше, чем на четверть наш народ. И потом какая разница, какой народ. Есть, пить он все равно хочет. И бомбежек ему не надо. Да, это же наши люди, они с Украины. Я сам, фамилия с украинского у меня. И положительно отношусь к этому. Да, надо. Ну ничего же не имеет с собой. Наверное, взяли документы, деньги и все. Приносить вещи для беженцев можно до 28 февраля. Пункты работают до позднего вечера. Затем гуманитарный груз отправят в регионы, которые приняли у себя жители Донбасса. Анастасия Тилия, Павел Патылицын, Енисей. Новости. Один из пунктов сбора гуманитарной помощи для семей из Донецкой и Луганской республики открыли волонтеры движения «Наши люди». Работает он по будням с 12 до 17.00 по адресу улицы Енисейская, дом 1. Неравнодушные красноярцы уже приносят сюда самые разные вещи. Бутовую технику, канцелярию, средства гигиены, продукты. Кроме того, по телефону колл-центра, а также в аккаунтах волонтеров в социальных сетях можно задать вопросы по оказанию помощи беженцам. Напомню, движение «Наши люди» было создано по инициативе губернатора Александра Уса для помощи жителям в период пандемии. Но сейчас волонтеры помогают людям, которые прибывают в Россию из Донбасса. Но глава региона призвал оказать посильную помощь этим семьям. К жителям края Александр Ус обратился на своей странице в Инстаграм. Он отметил, что за последние дни в Россию из Донбасса прибыло больше 60 тысяч человек. В основном это женщины, пенсионеры и дети. И все они вынуждены начинать жизнь с чистого листа. Сам Александр Ус также поддержал беженцев. Он принял решение перевести свою месячную зарплату для оказания помощи людям. Средства пойдут на покупку вещей и продуктов. И сейчас с другим темом. Смертельная авария на трассе недалеко от Козульки. Утром там столкнулись легковая Тойота и грузовик. Пассажирка иномарки погибла. Водители двое детей получили травмы и сейчас в больнице. Наш ступкор на западе края Светлана Саенко работала на месте. И подробности в ее репортаже. Мы сейчас находимся на месте аварии. Картина действительно страшная. По предварительной версии именно этот легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой машиной. В результате можно видеть, как легковушку буквально как будто смяло прессом, а грузовой автомобиль остался без передней оси. В момент аварии в легковом автомобиле находился водитель, мужчина, женщина и двое несовершеннолетних. В результате детей и водителя доставили в больницу, а вот женщина скончалась на месте. Нам удалось поговорить с водителем грузового автомобиля. Он сильно не пострадал. Давайте послушаем, что он говорит. Я не знаю, я в шоке был, вполне шоколадный. Ботинки искал, босиком ехал. По снегу тут бегал, на скатке. Потом вышли? Или так вызвали скорую? Ну начали, водитель сам вылез. Девчонка уже туда вылетела от удара. Детей давай доставать. Одна зажатая была. Достали. Достали очевидцы, я не подходил. Действительно, ситуация на трассе сейчас крайне сложная. Вчера выпал снег с дождем. Дорогу подморозило. И нужно быть крайне осторожными. Светлана Саенко, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости. И еще о трагических происшествиях. В поселке Кошурниково Курагинского района во время пожара погибли четверо вахтовиков. Еще три человека с травмами и ожогами попали в больницу. Огонь вспыхнул около пяти часов утра на стройплощадке. Там загорелись три деревянных вагончика. В одном из них жили люди, остальные использовались для хозяйственных нужд. По предварительным данным следствия, все погибшие и пострадавшие в пожаре мужчины трудились в подрядной компании, которая строит локомотивное депо. Возбуждено уголовное дело. Предварительно причиной пожара явилось короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего и обстоятельства, которые этому способствовали. В ходе проводимой проверки будет она оценка действий на всех должностных лиц и необходимости принятые исчерпывающие меры прокурорского реагирования. В коммунальной ловушке оказались жители дома на улице Симофорной. Двухэтажка идет под снос, условий для жизни там практически нет. И вот новая беда. Уже почти неделю подъезд топит из залопнувшей трубы. Но на помощь им никто не спешит. Антон Тишаков продолжит тему. Трубы с горячей водой, отопление, все прорвало. Вода клещет на втором этаже. Можно в таких условиях проживать? Пары фонтан-кипятка в полуразрушенном, но еще жилом здании. Двухэтажку на Симофорной признали аварийной. Однако переехать успели не все. Те, кто остался в доме, сейчас пребывают в хаосе. Накануне здесь рванула труба. И помещение начало заливать кипятком. Люди говорят, звонили в аварийку и в управляющую компанию. Но на помощь к ним не спешат. Аварийные службы говорят, вас нигде нет, ваш дом под снос. Вы сами себе теперь предназначены. Как хотите, так и живите. Первый раз за все время сегодня пришла инспектор по работе с населением. Что дальше будет, мы не знаем. Сгорим, утонем, развалимся. Без понятия. Жить здесь невозможно. Фонтан кипятка коммунальщики устранили просто. Перекрыли в двухэтажке горячую воду. Однако утром труба рванула уже с холодной. То, что осталось от дома, снова топит. Однако порыв трубы здесь меньше изол. Посмотрите, в каком состоянии находится здание. Здесь обрушены полы в квартирах. Всюду беспорядок. Торчат доски. К тому же в доме очень холодно. Окна здесь либо открыты на стеж, либо их попросту нет. И в таких условиях люди уже больше месяца. Часть жителей съехали в квартиры, которые им предоставил застройщик. Остальные в процессе. Им только готовят документы и подбирают жилье. Но вот что им делать сейчас, непонятно. Связаться с управляющей компанией сегодня не получилось. В администрации пояснили. Люди не согласились перебраться в помещение маневренного фонда. Вечером сотрудники администрации проведут собрание с жильцами, застройщиком и примут решение, как действовать дальше. Фактически это единственная целая квартира во всем подъезде. И жизнь здесь теплится. И свет работает, и счетчик мотает. Вот только кто будет платить за эти коммунальные услуги, если существовать в таких условиях просто невозможно? Большой вопрос. Антон Тишаков, Алексей Гусев. Енисей. Новости. Постоянно долбежка и грязь. Жители Красноярска-Николаевки пожаловались на шумное строительство. Всего в нескольких метрах от их домов должна пройти новая развязка с Николаевского моста. Сейчас как раз проводятся подготовительные работы. Тяжелая техника, говорят люди, слышна и днем, и ночью. Особенно страдают жители улицы Байкицкой. Там осталось всего два дома, остальные разобрали. А эти постройки, возмущаются красноярцы, почему-то под снос не попали. Хотя они стоят всего в паре метров от самой стройки. Жильцы с опасением ждут лета, когда работы должны перейти в фазу активную. Большие вопросы к администрации. До каких пор люди будут жить в такой ситуации на строительной площадке? Вот сейчас будет все это таять. Это будет вообще невозможно никуда выйти. Уже опасаешься за то, что здесь в данной ситуации у нас с потолка уже вся замазка там сыпется, заваленка вся разрушается. То есть у нас идет разрушение дома конкретно. В администрацию, в свою очередь, рассказали, что эти два дома на улице Байкицкой под снос действительно не попали, поэтому законных оснований, чтобы людей оттуда переселить, нет. Однако сейчас рассматривается вопрос о включении этих участков в территорию комплексного развития. Это значит, что в будущем на месте этих домов может появиться многоэтажка, и застройщик должен будет предоставить жителям Байкицкой новые квартиры. Эти дома находятся вне границ опасной зоны, и оснований для расстеления жителей, и выплаты им компенсаций нет. Однако в настоящее время рассматривается вопрос включения этих земельных участков в территорию комплексного развития. Решение будет принято в этом году в рамках утверждения проекта внесения изменений в генеральный план. 600 студентов со всей страны. О первом всероссийском зимнем фестивале массового студенческого спорта в Красноярске мы расскажем далее. Скидки до 50% с 22 по 28 февраля. В ДК «Комбайны строителей» теплые натуральные унты из Якутии для мужчин и женщин, а также удобная белорусская обувь с большой полнотой по доступным ценам. ДК «Комбайны строителей» Баграда 134. Хотите решить свою проблему быстро и безболезненно? Обратитесь в медицинский центр «Онлайн клиник». «Онлайн клиник». Проспект Ульяновский, 18Б, Карла Маркса, 8А, 212-88-12. Вам понравится быть здоровым. Все новое, хорошо переработанное, старое. Дай отходам вторую жизнь. Сортируй мусором. Делай мир чище. Телефон для ваших сообщений 236-01-36. Обязательно звоните и делитесь своими интересными новостями. Ну а наш выпуск продолжается. Выздоровевших больше, чем заболевших. За сутки в крае справились с ковидом 6252 человека. Но инфицированных все равно много. 5121 случаи. Большинство из них – жители Красноярска. Здесь плюс 1798 новых пациентов. 182 человека заболели в Каннске, 134 в Енисейском районе и 133 в Шарыпово. На лечении находится почти 80 тысяч жителей края. Скончался 21 человек. Огромную свалку заметили красноярцы на правом берегу города. Вот такое видео они сняли и прислали к нам в редакцию. Это пустырь на улице 60 лет октября. Куда, как утверждают авторы ролика, неизвестные на КамАЗах привозят тонны строительного мусора. Десятки набитых мешков, оконные рамы, доски. Мы побывали на месте. Свалку уже частично расчистили. Во всяком случае, в таком количестве, как на видео, отходов там не обнаружили. В районной администрации пояснили, что будут связываться с арендатором земли. А если получится поймать тех, кто привозит сюда мусор, их заставят провести уборку. Мы напишем заявление в полицию с тем, чтобы правоохранительные органы установили виновного в складировании мусора на этой территории. И, во-вторых, так как это охранная зона ЛЭП, мы выйдем на владельца этих электрических сетей для того, чтобы совместными усилиями ликвидировать эту свалку, убирать этот мусор. В случае, если виновный будет найден, то финансовая нагрузка за уборку этой территории будет лежать на нем. В Норильске устраняют последствия затянувшейся метели. Сильный ветер практически на неделю отрезал от центральной части города густонаселенный район. Сейчас все силы брошены на уборку огромных сугробов. Мария Зарукина выясняла, как продвигаются работы. Улиподъезды вообще вот так очистят. Вот дороги чистят, а... Дороги чистят, а улиподъезд путем не убирают. Из дома Анна и Надежда выбрались впервые за пять дней. Первое, что бросилось в глаза – огромные снежные завалы. Неделю в Каиркане бушевала пурга. Наконец ветер стих, и видны последствия непогоды. Заблокированные двери у подъездов и сугробы высотой в несколько метров. Снега очень много, не успевают чистить. Пурги на выходных не чистятся вообще. Ходишь по колено, такси не подъедет, ничего, скоро не подъедет. У меня одежда живу, на выходных было все заметено. Под снег ушли спортивные детские площадки. Заваленные входы в некоторые супермаркеты. Коммунальщики поясняют, техника работает в максимальном режиме. Но пока разобрать снежные завалы не получается. Еще несколько дней назад буквально вот здесь можно было пройти к ближайшему супермаркету, ну или остановке. Сейчас же выйти со двора через эту территорию можно только обладая навыками альпиниста. В противном случае выход только один – кубарем вниз. А вот кадры этого участка пару дней назад. Дорожка тут уже сужается, но по ней все еще можно пройти. Сейчас же это горы спрессованного снега. Сюда же и проблемы с мусором. Вывозить его во время Пурги было невозможно. И за неделю накопилась приличная свалка. В связи с закрытием дороги в Каиркан были небольшие перебои с вывозом твердокоммунальных отходов. Как только дорогу открыли, мы привлекли дополнительно технику для вывоза отходов. Та проблема, которая была, она ликвидирована полностью. В администрации Норильска говорят, что в ближайшее время решатся вопросы со снегом. Убирают его круглосуточно и семь дней в неделю. Только из Каиркана вывезли уже почти 4000 губометров. А вот детские площадки и спортивные снаряды расчищать не будут. Их оставят оттаивать до весны. Мария Зарукина, Юрий Толстов, Генесей, Новости, Норильск. И к другим темам. В Красноярске память погибших защитников Отечества по 4 минутой молчания. Торжественная церемония традиционно прошла на мемориале Победы. Алые гвоздики к вечному огню возложили первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко, председатель краевого парламента Алексей Додатко, члены регионального правительства, депутаты, а также ветераны боевых действий, представители патриотических и молодежных организаций региона. Они отметили, очень важно помнить и чтить традиции. Конечно, нужно воспитывать любовь и уважение к родине у подрастающего поколения. Пока жив патриотизм, пока жива честь и достоинство в русском населении, в русских людях, нашу страну не победить. Помните о войнах, чтобы сохранить жизнь. Тем более, что мы защищаем именно ту частичку нашей земли, где жили, родились, погибали наши деды, прадеды. 600 студентов со всей страны стали участниками первого в истории Всероссийского зимнего фестиваля массового спорта, который стартовал в Красноярске. За пять дней соревнования разыграют 180 медалей и 27 кубков. Ребятам предстоит сразиться в керлинге, регби на снегу, хоккею, сноуборду, лыжным гонкам и даже командной битве в снежки. Отмечу, что летние игры ежегодно проходят в Казани. Не исключено, что именно Красноярск станет постоянной столицей зимнего фестиваля. Участников поприветствовала председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России двукратная олимпийская чемпионка Елена Исимбаева. Она отметила, что без поддержки краевого правительства студенческому спорту было бы сложно развиваться. От инициативы, от зародившейся идеи до реализации этого прекрасного фестиваля прошел всего лишь один год. Без поддержки, естественно, ничего никогда нельзя сделать. Наши студенты заслуживают нашего внимания, заслуживают развития. И мы счастливы, просто безумно горды и рады, что эта инициатива поддержана на столе в высоком уровне. Некоторые наши спортивные клубы возникли на базе студенческих команд и теперь занимают лидирующие места в российском спорте. Мы регулярно из студенческого спорта поставляем членов сборной края, сборной страны. Но не это главное. Главное – это массовый спорт, главный – здоровый образ жизни. Здесь у нас тоже все очень здорово. Поросята с овечьей шерстью в Рыбинском районе выращивают необычную породу свиней. Подробности далее. С нами варикоза нет и не будет. Центр эндохирургических технологий. Лечение варикоза быстро, без наркоза. Авиаторов 33. Телефон 297-5252. Человек проводит в пути почти 4,5 года своей жизни. Заставьте это время работать на вас. Ваша реклама на мониторах формата 12 на 4 и 8 на 5, 6 на 3 и 4 на 3 на ключевых улицах города, а также 70 экранах сети формата. Рекламная компания «Илан». Город теперь ваш. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Телефон для ваших сообщений 236-0136. Обязательно звоните и делитесь своими интересными новостями. Ну а мы продолжаем выпуск. Галопом от полюса до Белокамена якутские коневоды, которые путешествуют по России на лошадях, добрались до Красноярска. Встречали их здесь с настоящим праздником. Мы уже рассказывали об этой необычной экспедиции. Ее участники уже год в пути и прошли на своих якутских лошадях больше 6,5 тысяч километров по морозу, тайге, горным серпантином и скоростным трассом. В команде двое всадников, двое сопровождающих и 4 якутских скакуна. К июню они планируют добраться до столицы, чтобы отметить национальный праздник лета. А пока у путешественников небольшой отдых в Красноярске и дальше в путь. Волосатые и кучерявые фермеры из Рыбинского района разводят непривычную для наших мест породу свиней. Поросята полностью покрыты густой шерстью, да так, что издалека их не отличишь от овец. Наш сопкор на востоке края Денис Шабуров узнал об особенностях этих необычных животных. К своим кормушкам венгерские мангалицы несутся галопом. Стоять у них на пути в обеденное время просто опасно. Снесут и не остановятся. Плотно покушать для этих свинок, как и для их ближайших родственников, дело святое. А в остальном отличие, как говорится, налицо. В такой шевелюре, как у этих ребят, мне остается только позавидовать. Причем шерсть покрывает не только головы животных, но и абсолютно все тело, что для сибирских условий очень хорошо. Именно поэтому в нашем крае венгерские мангалицы чувствуют себя не хуже, чем на родине, где климат мягче и характер у мохнатых свиней своенравный. Им они явно пошли в диких кабанов, от которых и получили свое происхождение. Фермеры говорят, поросята настоящие непоседы и постоянно норовят куда-то сбежать в поисках деликатесов. Вот молодняки, они самые наглые. Они все равно ходят, ждут. В очень сухую погоду их практически не трогают. Пока через шесть пройдет, они под проволокой пытаются выскользнуть, потому что здесь у нас обычно привозим корма там все. Но кормам венгерские мангалицы все же предпочитают растительную пищу. Отсюда и отсутствие дурного запаха. Пахнет от кучерявых свиней исключительно шерстью. К слову, разводят их все же для убоя. А мясо и сало животных, благодаря их особому рациону питания, говорят фермеры, настоящий деликатес. Поросята пользуются большим спросом. То есть маленьких поросят я развожу по всей России. То есть загружаю, у меня вот автобус есть с прицепом и есть прицеп, будка. В общем-то туда входит до 50 поросят. Дмитрий Куцко единственный в стране фермер, который разводит чистокровную породу свиней венгерская мангалица. Живет он в Рыбинском районе Красноярского края. Начинал свое дело с нескольких особей. Рассказывает, похожие на овец поросята однажды покорили его сердце. Их он приобрел к соседней деревне 7 лет назад. И после этого решил связать свою жизнь с разведением кучерявых животных. Однако в последнее время рост цен, из-за которых завести из-за границы чистокровных свиноматок стало невозможно, очень повлияли на поголовье. К тому же по законодательству выгул свиней запрещен. Держать их нужно в стойлах. А для такой породы подобные условия очень вредны, сетует Дмитрий Куцко. За это он уже успел оплатить множество штрафов. Денис Шабуров, Александр Шумилин, Енисей Новости. Телефон редакции новостей 236-01-36. Адрес в интернете 3W-ENISSEI-TV. С вами была Ксения Митрофанова. Всего доброго. До свидания. Увидимся на Енисеи. В Томском политехническом университете учат инженеров по самым востребованным специальностям. ТПУ считается научным и образовательным центром мирового уровня в области атомной и водородной энергетики, добычи и транспорта нефти и газа, IT, энергетики, электроники, нано- и биотехнологии. В этом году в Томском политехническом университете уже стартовала приемная кампания. У нас почти 3,5 тысячи бюджетных мест для бакалавров и магистров по широкому спектру технических направлений. Помимо того, что мы учим инженеров, в Томске в принципе классно и комфортно учиться. У нас есть бассейн, санаторий-профилакторий, спортивные площадки и очень молодежный драйвовый город. Пообщаться с представителями университета и подробнее узнать об обучении можно сейчас в Красноярске в МВДЦ «Сибирь». На специализированной выставке «Образование. Профессия. Карьера». Подать документы в ТПУ абитуриенты могут уже сейчас на портале ВУЗа или по почте. Прогноз погоды в Красноярском крае на пятницу 25 февраля. В Туруханском районе на юге Таймыра и Вывенкии облачно. На большей части территории ожидается снег. Ночью от минус 11 до минус 29 градусов. Днем от минус 6 в Вановаре до минус 23 в Хатанге. В северной группе районов Красноярского края облачность. Повсеместно пройдет снег. Ночью до минус 14. Днем от нуля до минус 4 градусов. В восточной части региона облачная погода. На всей территории небольшой снег, местами с дождем. В темное время суток до минус 11 градусов. Днем 0 плюс 1. В центральных районах Красноярского края преимущественно пасмурно и снежно. В Сухобуземском пройдет снег с дождем. Ночью минус 3, минус 8 градусов. Днем от минус 3 до плюс 2. В западной группе облачно. На части территории ожидается снег, местами с дождем. Ночью от минус 3 до минус 11. В светлое время суток до минус 2 градусов. На юге Красноярского края облачность. Осадки лишь местами. Ночью минус 12, минус 14. Днем от минус 5 до плюс 4 градусов. В Красноярске 25 февраля облачная погода. Синоптики прогнозируют мокрый снег. Ночью до минус 4. Днем до плюс 1 градуса. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин